Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать всех вас на моем канале. Сегодня будем отвечать на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Я поставила там опросник. Самые интересные вопросы, конечно же, будут освещены. И сегодня у нас с вами роллы в сочетании с фастфудом. Я обожаю такое сочетание. У нас сегодня KFC. Это вот такая вот булочка вкуснейшая. Здесь внутри стрипс, пекинская капуста. Ой, стоять! Я сказала стоять! Дальше острые, супер острые крылышки из KFC. Причем, знаете, одно крыло. Это вообще прям какой-то каламбур. Смотри, что это такое. Это типа крыло. Непонятно, какая часть курицы была использована при сознании этих крылышек. Но да ладно. И пить мы с вами будем вот такой вот напиток. Вкуснейший. Маминого производства. Между прочим, забыла включить огонечки на елке. Ну да ладно. Считайте, что она там вовсю сверкает. Целая история произошла сегодня с этими роллами. Как всегда. Каждый раз, когда доставка, происходит какая-то история. Слушайте, что в этот раз произошло. Мама решила спуститься вниз. И как раз-таки мне позвонил доставщик и сказал, что уже все готово. То есть я уже внизу почти. Мама говорит, давай я заберу. Гляньте, какие теперь роллы. Я говорю, если тебе не трудно, забери. Мама сказала, все равно я спускаюсь. Что, мы вдвоем будем спускаться? Я иду в магазин. Так вот. Мама забрала роллы. Вот в таком состоянии они сейчас. Вот пришлось все это сзади класть. Мама забрала, закинула в пакет и пошла в магазин. Крутилась в магазине, покупала продукты. Не обратила внимания и даже не подумала, что роллы превратились там в кашу. Действительно, мои любимые вот эти роллы, они просто, ой, какие острые, просто в кашу. Давайте начнем отвечать на вопросы. Ира Пин задает вопрос. Айка, часто ли тебя узнают на улице? Расскажи про самые неловкие случаи. Однажды я сидела на ногтях, в общем, делала гель-лак в салоне и зашла, видимо, моя подписчица. Она меня узнала. Вот, хотя я была в таком состоянии. Я была просто похожа на бомжа. Она такая, айка, привет, как дела? Ты тоже ходишь в этот салон? Я думала, всегда ты ногти сама себе делаешь. Можно с тобой сфоткаться. Я подписана на тебя в инстаграме, я подписана на тебя в ютубе. Мне было безумно приятно. И вдруг вот этот вот мастер маникюра, она такая спрашивает, когда эта девочка ушла, а вы какая-то популярная личность? Я такая, ну, нет. Просто девушка сказала, что подписана на вас в инстаграме, подписана в ютубе. Я такая говорю, ну да, я в ютубе снимаю видео. Она такая, ааа. И тут сразу такой вопрос. А про что вы снимаете? Я такая про еду. По первым впечатлениям о мастере маникюра, мне казалось, что этот человек ни в коем случае не смотрит мукбанг. Не знаю. Она больше, наверное, каких-то бьюти-блогеров смотрит. А возможно, вообще далека от ютуба. И я такая про еду. Она такая, а я поняла, говорит, у вас кулинарный канал. Я, если честно, не сразу поняла смысл слова кулинарный канал. Она причем это сказала на азербайджанском. Вот. Я говорю, да, у меня кулинарный канал. И она такая, ну вы готовите, да? Я такая, в смысле, не совсем готовлю. То есть я ем. И мне было как-то стыдно, говорит, что я просто сижу, обсуждаю какие-то темы и ем на камеру. Спросила, говорит, а почему вы мне не говорили, что вы занимаетесь блогингом? Вот. Я бы вас позвала бы по бартеру. И она говорит, скажите, я найду вас в ютубе. Мне изначально, когда у меня было мало еще подписчиков в ютубе, тысяч, наверное, 20, мне как-то стыдно было. Многие просто это не понимали. Я старалась многим не говорить. И выходить из ситуации как-то. Как вы понимаете, не всегда получалось нормально выйти из ситуации. Я всегда встречаю своих подписчиков, когда я просто одета как бомжара. Выгляжу просто отвратительно, без макияжа. Рожа прыщавая. Либо у меня тоналик уже скатался. В общем, никогда не было такого, что я прям офигенно выгляжу. У меня все потрясающе. Я встретила свою подписчицу. Такого просто не бывает. С одной подписчицей мы сразу прям на улице сняли пару тиктоков. У нее прям было 10 подписчиков и что-то такое. Резко у нее это видео набрало 12 тысяч просмотров. Она еще так радовалась. Писала мне в тиктоке. Зимская задает вопрос, как папа и брат отреагировали на появление Твикса. Ты умница. Спасибо большое. Очень приятно. На появление Твикса папа вообще никак не отреагировал. У меня папа любит животных. Он предлагал купить собачку, купить шпица. Точнее, он хотел купить и подарить его мне. Но я решила лучше осчастливить какого-то котика или собачечку с улицы. Брат вообще очень положительный. Вы знаете, что у меня брат в последнее время стал очень религиозным человеком. И он всегда говорит, что ухаживать за котом, кормить его это очень нравится Богу. Брат всегда говорит, что например, что касается животных. Если ты держишь, например, уй да, какие острые. Какую-то скотину, кур. Ты все это держишь для себя. Чтобы в дальнейшем кушать их мясо. Или продавать. А котенка ты купил или нашел и просто содержишь чисто из хороших побуждений. Он рассказывал, что наш пророк очень любил кошек. Это были его любимые животные. И однажды его кот спал на его рубашке. Ему пришлось отрезать рукава рубашки. Чтобы не побеспокоить сон котам. Представляете? Я где не вижу своего котика везде. Его зажимают, затискивают. Ему просто надоела моя любовь. Какие острые. Это, мне кажется, самое острое. Часто мне задают вопросы по типу хотела бы ли я жить одна или, например, просто снимать квартиру и отделиться от родителей. Но если бы даже я хотела, наша как бы не то, что религия, даже наши традиции не позволяют нам это делать. У нас принято, что дети живут отдельно, только когда они создают свою семью. То есть всегда люди должны жить в семье. Хотят они этого или нет. То есть их никто не спрашивает. То есть я в один из дней, например, захочу жить отдельно. Не то, что я не имею права на это, просто это не приветствуется в Азербайджане, так скажем. Знаете, просто как там родственники все начнут говорить вот интересно, что же она-то решила отдельно жить. Сразу начинаются какие-то непонятные слухи. Хотя возможно это совершенно не так. Просто человек хочет научиться самостоятельно жить. Вот. В моем случае особого такого рвения жить отдельно у меня нету. но некоторые моменты мне, например, не очень нравятся. Есть семьи, где категорически родители против, чтобы дети жили отдельно. Там сын, чтобы жил вместе с родителями, с невесткой, дети. Однажды, когда я в истории сказала о том, что я считаю, что молодые должны жить отдельно, одна женщина просто убивала себя, что как ты можешь такое говорить, как ты можешь внушать другим людям. У меня есть сын, он пожизненно обязан жить со мной. У каждого, конечно, своя позиция. но я люблю, когда в квартире у каждого свой уголок, а когда большая семья, это невозможно. Еще мне кажется, мужчины, например, взять четырех мужчин, они спокойно проживут вместе без никаких проблем. Взять, например, четырех женщин, тут уже начнутся скандалы, выяснение отношений, все дела. Особенно, если ты как-то не так посмотришь или повысишь тон на своего мужа при его маме, все, ты враг номер один. Поэтому, я все-таки считаю, что молодые должны жить отдельно, но в моем случае как бы нету такой необходимости, потому что мы с мамой и бабушкой живем в трехкомнатной квартире дает пространство, у каждого есть своя комната. Ну, если бы папа, брат, мама, у нас была бы двухкомнатная квартира, то я бы очень хотела бы снять квартиру, но мне кажется, я бы столкнулась с рядом непониманием, с рядом осуждением, что вот почему она хочет жить отдельно, может у нее появился кто-то, но хочет жить с кем-то, ой, ой, слухи там пойдут. Вот за это я немножко не люблю наш народ, за то, что мы немного сплетники, а так очень добрые, хорошие люди. обалденные роллы прям тают во рту. Что важнее, любить или быть любимым? мне кажется, для мужчины важнее любить, а для женщин быть любимым. Опять же, есть женщины тоже, которые не могут жить и быть в отношениях с мужчиной, которого они не любят, они обязательно должны пылать этими чувствами. Я, например, не такой человек. Для меня достаточно, чтобы меня любили. я никогда не гналась за отношениями, где ко мне нехорошо относятся или я вижу особо таких чувств, нету, просто потребительское отношение. Сначала хотела замутить, думаю, взять роллы и пиццу, потом подумала нет. невероятно вкусно, просто у меня очень сильно болят зубы и боюсь, что доесть у меня просто не получится. зубы мудрости прям конкретно меня мучают. Гляньте, просто какая булка. Обалденно. Айка, твоя бабушка это мама твоего папы или мама мамы? Надеюсь, ты поняла мой вопрос. Да, я поняла, конечно же, твой вопрос. Это мама моего папы. К сожалению, бабушка со стороны моей мамы скончалась и я особо так ее не знала в том плане, что когда она была жива, мы жили в России. Я ее видела раз в пятилетку. Но она была очень спокойным человеком, она была из детского дома. И они с дедом получается все-все-все сделали сами. Купили дом, купили землю. Короче, много чего добились. В общем, мои хорошие, я наелась. Время уже тоже 22 минуты видео. На этом будем закругляться. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока.